О жизни и творчестве Алексея Романова Долгое время было известно мало Исследователю Марине Пасохиной Из Саратовского государственного художественного музея Удалось уточнить даты жизни И выяснить настоящую фамилию художника Григорьев Будучи живописец происходил из семьи крепостных Которая в 1850 году получила вольную В 14 лет он стал вольнослушателем Академии художеств А с 1862 года постоянным учеником в классе исторической живописи В 1869 году Алексей Харламов уехал в пенсионерскую поездку По традиции Академия художеств отправляла своих подопечных После окончания курса изучать искусство за рубежом Молодые живописцы посещали галереи, музеи, памятные места И создавали новые полотна Некоторые оставались за границей Так и Алексей Харламов Большую часть жизни художник прожил во Франции Изредка приезжая в Россию В 1872 году он поступил на обучение к Леону Бону Представителю французской академической школы И салонному живописцу После участия во Всемирной Парижской выставке 1900 года Алексей Харламов стал кавалером Ордена Почетного Легиона Девочку с цветами Харламов написал во Франции Это яркий образец салонной живописи Что следует из выбора моделей Прелестного ребенка, а также фона и антуража Салонным искусством во второй половине 19 века Называли произведения, которые выставлялись в парижских салонах Более популярные в советском обществе Их одобряли власти Со временем термин стали использовать Для характеристики внешнеэффектных И мастерски написанных картин Которые, однако, были обусловлены модой И не несли в себе глубокого смысла Алексей Харламов великолепно владел техникой Белые и розовые цветы на фоне написаны Свободным пастузным мазком Более плотной краской Которая подчеркивает рельефность И пышность бутонов При этом в лице и фигурке девочки Движения кисти почти не видно Красочная поверхность эмалева гладкая Харламов специализировался на грациозных женских и детских портретах Писал несложные сцены из жизни детей Его творчестве отмечали влияние Леона Бонна Который в то время пользовался огромной популярностью Портреты Алексея Харламова, как и его учителя Также были очень успешны во Франции Колоритная и сочная живопись Владение приемами старых мастеров Позволили живописцу стать одним из самых известных мастеров Салонного искусства своего времени Салонного искусства своего времени Продолжение следует...